У меня вопрос, почему так бывает, вот про что-то подумаешь, вот хорошо, что так, то оно раз и перевернется все в худшую сторону, как будто сама себя сглазила, как избавиться от этого. Да, есть такое у людей, это связано с преобладанием астрального мира и с преобладанием ментального мира. Когда человек ложится спать, то он обучает себя пережигать мысли, то есть когда человек ложится спать, то он начинает думать о том, что он откроет бизнес, о том, что с кем-то встретится. Стоит помнить, что с 7 часов вечера и до 5 часов утра обычно происходит преобладание мира астрала, а мир астрала это огонь, то есть все перегорает. Именно поэтому, если человек, допустим, говорит, что мечтает очень много или очень агрессивен, если его чувства негативные, если этот человек такой вспыльчивый, горячий, если он находится на астральной стороне мира, то у этого человека не будут сбываться мечты раз и мысли хорошие, они будут мгновенно переворачиваться в мысли плохие. Так этому человеку необходимо выходить из астрала. Каким образом это делать? Необходимо заниматься ментальными практиками. А что такое ментальные практики? В дневное время можно представлять какой-нибудь светящийся золотой образ перед собой. Это развитие ментальной энергии. Когда она развивается и ментальной, как проверить, чего у вас больше, ментал или астрала? Если вы запросто можете представить пространство, любую фигуру, любой предмет или даже любое событие, не вдаваясь в прошлое и в будущее, а просто представить так, как бы внутренне видя его, у вас ментальная энергия преобладает. Случай, если у вас не получается представлять, говорит о том, что у вас преобладает астральная энергия. В этом ничего страшного нет. Люди с преобладанием астральной энергии живут дольше. Поэтому не нужно торопиться. Марина Олексин. Скажите, пожалуйста, как эзотерически можно пройти паспортные контроли таможню? Не позорьтесь. Наши вебинары проходят для учеников первой ступени. Там я об этом все многократно расскажу.